И снова я с вами, Ксюша Че. Ну что, сейчас поотвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Вопросы-таки я выбрала самые интересные, которые, наверное, вам будут интересны и вам, и мне. Ну, как бы мне уже интересны они. Ну что, мне Наталья Юферева пишет. Вас бьет муж? Нет, меня муж не бьет. Вот, кстати, мой Иван очень всех интересует. Вот что интересно. Я не знаю, почему такие вопросы происходят женщинам, блогерам, которые показывают свою жизнь. Вот, наверное, кого-то бьет. И, естественно, не хочется быть одинокой в этом мире, кого поколачивают. Я так понимаю, наверное, да? Но я вам искренне говорю, что меня муж не воспитывает кулаком, не бьет меня. Хороший, добрый парень. Иногда вредный, а так нормальный мужик у меня. Тьфу. Вот. Значит, вопрос от Маргариты Харитоновой. Сейчас. Если ваш муж возненавидит свою работу, вы его поймете и затянете пояса? Ну, что вам сказать по этому поводу? Естественно, мы всегда на семейном совете разбираем все наши вопросы, наши трудности, наши семейные какие-то, может, неурядицы, материальные какие-то стороны нашей жизни. Вопрос об уходе супруга тоже был. Он тоже хотел уйти, он тоже там хотел поменять работу, не именно сферу. Вот. Он хотел пойти на более высшую ступень. Вот. Но пока что не решился на это дело. И что вам хочу сказать? Да, возможно, мы затянем, подтянем пояса, если на то нужно будет. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если еще будут какие-то вопросы по поводу моего супруга, я обязательно отвечу. Но меня вот что поразило. Меня поразил под этим комментарием, значит, такой комментарий. Ирина Ласько, значит, пишет, там в Москве различных выплат полно. Можно вообще нигде не работать. Вот, Ирина, вот мне такой вопрос. Кто вам вообще такое сказал? Для общего сведения я вам могу сказать и раскрыть небольшой секрет, хотя вы можете заглянуть в интернет и погуглить там, и вы узнаете, что в Москве так просто ничего не получить. Это во-первых. Во-вторых, получат, если это малоимущие, пенсионеры, многодетные, там, наверное, инвалиды. Ну, вот такая группа категорий. Под эту группу категорий, ну, как сказать, мы не попадаем. Насчет инвалидов, слава богу. Насчет многодетной семьи мы еще подумаем над этим. Вот. Но, так как практика показала насчет многодетных семей, и у меня есть знакомые, которых трое детей и больше, могу вам сказать, а выплаты там небольшие, там есть какие-то определенные льготы, там еще что-то людям дают. Вот. Не знаю. Прямо сверхъестественных выплат нет. И Москва там не обеспечивает, и не валит, и с неба ничего не падает. Честно вам признаюсь. А вот. Что вам еще сказать? Ну, допустим, вот, если женщина рожает ребенка, то сейчас Собянин в роддом выписывает вот эти коробки. Там, значит, входят самые первые необходимости одежда, подгузники, там какие-то об уходе ребенка вещи, значит, какие-то гигиена. В общем, такая большая коробка. Не знаю, сколько она там килограмм. Вы тоже можете это погуглить, посмотреть, что туда входит. А вот. Ну, а больше? Больше выплат никаких, ребят. Вот нет. Честно вам признаюсь. Даже стали мы... Что у нас стал статус москвичи, у нас есть теперь прописка. Мы ничего не получаем. В Москве, естественно, нужно работать. Ну, как некоторые мне пишут, надо пахать. Ну, если хотите прям быть сверхъестественно богатыми людьми, там, жить на Арбате, или там еще где-то, то, естественно, нужно пахать. И не только физически, но еще и умственно. Но мы не жили богатые, и нам нечего начинать. Так что я по этому поводу, в плане финансов, я не страдаю. У меня нет, вот знаете, зависимости. Я не... Как сказать? Я не кориевист. Я больше романтик. Я больше в небе летаю. Для меня это ближе, чем земля. Кто-то мне задал вопрос по поводу Ютьюба. А, да, то, что я, значит, получаю деньги от подписчиков, еще от Ютьюба. В общем, у меня халявные деньги. В общем, я такая халявщица. И, в общем, тут сижу на мешках. Такая вся стала богатая. Открою вам секрет, что блогеры, у которых не очень много подписчиков, допустим, как у меня, у меня еще немного подписчиков, еще 47 тысяч, там, 800 или 900 с копейками. Могу вам честно сказать, от подписчиков ничего не зависит. Зависит только от просмотров. Это во-первых. Во-вторых, вот я удивляюсь, даже смешно. Во-вторых, честно признаюсь, вот прямо на духу, больших денег я там не зарабатываю. Правда, я не скажу вам, сколько я зарабатываю, но, я скажу честно, больших денег нет на Ютьюбе, если ты не миллионник. Ну, или если ты там, у тебя не сто с лишним тысяч подписчиков, допустим. Если тебя смотрят хорошо, допустим, там, ну, в день тебя смотрят, вот, ну, там, Велота Дамян, да, вот, допустим, его смотрят, то у него хорошо, конечно, заработки отличные, но у него там и то триста с чем-то тысяч подписчиков. Но он молодец. Видите, как парень раскрутился. Умница. Вот. Вот такие дела. Так что вы не лезьте в чужой карман, и у вас деньги будут. Не переживайте, самое главное, работайте. На любимой работе. Так, ну что, дальше поехали. Цветочек поля. Мне сегодня написала больная. Больно ли делать процедуру, на которую я ходила, перманентный макияж, и как долго заживает. Ну, что сказать. Естественно, вы приходите, все стили... Все должно быть стерильно. Вас должны... Ваши бровки должны обработать. При вас должны показать, что достают чистую иголку, значит, которая была в пакете, все это разрезают. Все это должно быть обработано. Все столы, все кушетки, все должно быть новое, все постелено. В общем, все должно быть идеально чисто. Вот. Стерильно. Ну, естественно, руки должны быть в перчатках. Здесь, значит, должно быть... Хотела сказать, намордник. Ну, в общем, вы поняли, как она называется. Как она называется? Я забыла. Стоит позор, Ксения Андреевна. Ладно, это не столько важно. Как она называется-то, я не помню. Ладно. Не будем... Да, не будем вспоминать. В общем, вспомните мне, напишите, как это. Марлевая повязка. Ну, раньше у докторов было так, марлевая повязка, я сейчас не знаю, как она правильно называется. Вот. Значит, и, естественно, значит, процедура проходит где-то около часа. Вам все вбивают. Значит, в начале это все рисуют вам. Все измеряют, как правильно, чтобы бровь была. Потому что вот у меня перекос, да, небольшой на лице. Естественно, надо сделать так, чтобы было... было... чтобы ровные брови были, чтобы были по глазам вот так вот, чтобы где заканчиваются бровки. Ну, в общем, все должно вам разрисовать, показать в зеркало, как это все выглядит. А вот... Если вам понравится, то, естественно, все уже начинает набивать. Вот. Набивать краской. Вас спрашивают, какую вам краску. Там вы выбираете краску, цвет, значит, какой вам лучше. Вот. Потом, значит, значит, что делают? Потом, значит... Нет. Перед тем, как красить, ну, вот перед тем, как вам показать, какую форму вам выбрать, вам, значит, делают что? Вам обезболивают, потом начинают рисовать брови, какой бы вы формы хотели. Вот. Потом начинают набивать. Если у вас обезболены брови, то я бы не сказала, что больно. Нет. Ну, вот знаете, как, я не знаю, как ощущение, но не больно. Вот мне лично не больно. Почему? Потому что у меня занижен порог вот от чувствительности. Вот. я считаю, что как бы мне не больно. Мне можно было даже сделать и бизнес анестезию. Вот. Потом вас спрашивают, когда вам набивают, вас спрашивают, больно или нет, сделать ли еще раз вам анестезию. Если вам больно, то вам еще делают анестезию. Естественно, вы перед тем, как делать все процедуры, читайте бумагу. Если у вас там какие-то аллергии, там, на ледокаин, там, еще на какие-то препараты, на эту краску. Ну, в общем, все читайте и подписывайте документы, естественно. Вот. Чтобы потом никаких претензий не было. Может быть, вы возьмете и что-то скроете, да, от мастера. Вот. А заживают где-то, наверное, ну, недели, может, наверное, две вот эти корочки появляются, потом они отшелушиваются и остается, вот, как бы сказать, настоящий цвет уже. Вот. Так что, вот сейчас посмотрим, как мои бровки поведут себя. Если, конечно, будут очень светлые, то, может, еще схожу на бью. Вот. Ну, посмотрим. В общем, как они себя поведут за две недели. После двух недель я позвоню или напишу свою мастеру и там уже мы решим, что будет дальше, да, ну, нужно делать будет повторно или нет. Так, ну что, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос и вы, как бы, удовлетворены, как всегда, я думаю. Вот. Спасибо вам огромное, что вы пишете. самое главное для меня комментарии были, чтобы были не в оскорбительной форме. Вот. Самое главное, чтобы мы с вами не переходили на личности. Вот, что для меня это самое главное. И когда вы между друг другом разговариваете, ну, как бы, комментируете друг другу и отвечаете, пожалуйста, девочки, мальчики, не надо переходить на низости, на оскорбления. Вот. Ну, не надо. Мы же с вами все цивилизованные люди. Мы живем в 21 веке. Ну, что, неужто нельзя как-то уже ну, как бы, парировать какими-то красивыми словами. Вот. Так что, я вас очень-очень прошу. И то, что вы пишете, вот, вы баните, потому что вам не нравится, а вы там, значит, там удавляете, потому что вы не любите критику. Нет, к критике я отношусь нормально. Я многих вообще не удаляю. Пожалуйста, эти комментарии висят, и до сих пор, если вам, вот, если вы желаете, почитайте ваши комментарии, если вы не перешли на какие-то определенные, ну, какие-то определенные границы. Вот. Спасибо вам большое. Мне всегда приятно вас почитать, я всегда вас читаю, ставлю вам всегда лайки, всегда вас отмечаю, всегда, даже если вы плохо обо мне отзываетесь. Ну, у каждого есть свое мнение, каждый думает то, что он хочет думать. Все. Большое спасибо. До свидания. До свидания.